Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro, игра Kingdom Wars. И в этом выпуске мы проведем битву за призы Last Temple, потерянного храма. Что хочется еще отметить. Собственно, как вы видите, мигает надпись Weekend, Legend 100% и Evil Bonus 20%. Собственно, вот эта надпись и дает нам понять, что в случае, когда мы будем брать 10 специальных призывов, одна легенда будет 100%. Так, также сейчас действует New Charactor, то есть дополнительная чар-акция на Ширах. И Монах редкий. Ну, собственно, Монах как бы такой себе перс, ничего особенного. А вот Ширах довольно-таки мощная, мощная суперлегенда. Давайте, кстати, посмотрим сразу ее. Так, это у нас, получается, призванных суперлегенды. У меня пока 10 уровень только. Атака 50 тысяч, здоровье 100. Но основная фишка у нее заключается в том, что она отталкивает врага и использует щит. Причем щит, насколько я вычислил, ну, примерно вычислил, это где-то 200% от ее здоровья. По сути, 300 тысяч жизни у данного персонажа на 10 уровне. Но проблема в том, что бьет он только одного врага. То есть не по области наносит удар, как големы, а только одного врага. Ну, и отталкивает это, конечно, хорошо. Скорость атаки довольно-таки большая. Так, собственно, вот наш лист наград. И, как вы видите, 1 золотой билет. Плюс 100 кристаллов и плюс босс юнит, а именно фишмен, так я его назвал. Вот, рыба-человек. Ну, как бы перс довольно-таки слабенький. А вот, что касается золотого билета, то это 390 кристаллов стоит 1 билет. Поэтому сейчас нужно потратить как минимум полчасика, а то и часик, чтобы набить себе десяточек этих билетов. Ну, я, собственно, уже 8 набил. Ну, и, надеюсь, еще парочку добью до десятки. Так, финальная битва. Против нас лучники. Вот, ящермены такие вот. Ну, давайте пару драконов выпустим. Так, пошла уже тяжелая пехота. Как вы видите, с одного удара не выбивает. И 42 тысячи хп у нашей главной башни. С двух ударов разрушаем главную башню. И, конечно же, нас ждет награда. Так. Пам-парам, па-бам-пам-пам. Так, раз, два, три. Сто кристаллов, отлично. Но нам-то этого мало. Поэтому мы берем еще и золотой билет. Ну, и, конечно же, апгрейд юнита. Куда же без него? Отлично. Итого, получается, суммарный доход. Вот, если брать билет как 390. 490 камней. Вот, и плюс босс юнит. Так, ну, вот это мне не нравится, когда вот так вот заставочки свои пихают. Так, 9 штук уже закинули нам специальных предложений, призывов. Так, расположение. Давайте Ширак все-таки выберем и посмотрим, как она будет уничтожать босса. Так, отлично. Еще разочек, так сказать, прокрутим всю эту фишку. Так. Ну, кстати, вот, что еще хочу сказать насчет суперлегенд. То есть, как правило, персонажи, которые, как отбрасывает прям, да, аж на полэкрана откидывается. Так, давайте поможем ей немножечко. Пусть спокойненько себе идет к своей цели. Он бутсает прям так, на-а-а-а. Маваши пробивает, походу. Отлично. О, 50 тысяч. Кстати, против боссов, что-что, вот против боссов, очень-очень сильный персонаж. Когда необходимо именно босса побить. Один на один. Так, дальше. Вторая локация. Ну, сейчас будем использовать все же дракона. Это, как правило, быстрее. Быстрее. Ну, и затем, наверное, используем сразу 10 специальных билетов на призыв. Кстати, фишермен это довольно-таки резвый в плане скорости. То есть, бежит чуть-чуть быстрее обычного пехотинца. Но, по показателям урона и здоровья, довольно-таки низкие показатели. Так, как он и стоит дешево. То есть, дешевый перс. 180 всего лишь еды требует. Как ему насыпают. Тут уже по 1800 уже бьют. Кстати, я, в принципе, говорил об этом в предыдущем видео. Last Temple. Вражеские юниты почти все, ну, кроме некоторых, увеличивают здоровье и урон. То есть, все увеличивают здоровье, а некоторые юниты еще и урон увеличивают. То есть, это такая, как бы, информация. Вдруг рассчитать, как бы, нужно будет прохождение там и все такое. Это к тому, что со временем, вот вы, допустим, там проходите, там, пять раз прошли легко, а потом уже начинаются какие-то проблемы. То есть, это связано именно с тем, что уровень сложности потихонечку, но повышается. Бах, вот так вот, все. Один дракон, это очень-очень серьезный противник, скажу я вам, да. А когда их два, все уже. Так, навязчивая реклама. Чтобы пропустить ее, просто нажимаем стрелочку. Отмена, то есть. Итого, вот я уже прохожу, получается, десятый раз. Десятый раз, это будет тысяча кристаллов. Ну, на все про все, конечно, я потратил примерно минут сорок, где-то сорок пять. На все попыточки. Давайте возьмем вот так вот. Вообще там сейчас. На, еще и расстреляем его. Так, четко, четко. Вау, 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 вау. Конечно же, повысим уровень. Ну, золотой билет возьмем, да, и сто кристаллов. Все. Так, итого, у нас есть десять специальных призывов. Но, видимо, легенду сразу, я, кстати, хотел проверить, вот момент, чтобы нажать, допустим, десять специальных, да, именно призывами вот этими вот. Билетами. Но не хотят нам десять билетов ставить наверх. Ну, давай, кстати, попробуем, что мы там выбьем. Сохранялочка. Сохранялочка. Так, есть. И что же мы можем выбить за вот эти вот билеты? Все ждут уже восьмую главу, уже заждались. Но что-то не хотят нам ее накидывать. Так. Купить специальный за золотой билет, конечно же. Берем. Вот это да. Вот это прям как бы то, что нужно. Нет, ну, кстати, что хочу сказать по этому вопросу. То есть те, кто начинает играть только в эту игру, вот, это очень-очень серьезные награды. То есть, вы, считай, экономите на каждом призыве по 390. Гаргуна. Ну, не хотят нам легенду насыпать из обычных призывов единичных. Ну, уже добиваем на максимум. Ящера, кстати, повысим. Вот, я его слил на камне. На камне силы. Опа. Вот это да. Ширак суперлегенда. Повышаем уровень, конечно же. Вот, восьмой, восьмой призыв был, да? И дали суперлегендарного персонажа. А суперлегендарным персонажем вы пройдете, ну, четвертую главу точно протянете. А там и дальше уже будет. Единственное, что на апгрейд, конечно, много тянет такой перс. Все, есть. Итак, подведем итоги. Потратили 8 специальных призывов золотых билетов. Получили суперлегендарного перса. Давайте посмотрим, что у него там с параметрами случилось. Одиннадцатый уровень теперь. 56 тысяч урона. Да, приятно. Очень-очень приятно. То есть, в принципе, я хочу прокачать из этих персов, которые суперлегендарны. У меня есть только один. Вот этот вот прокачан. Еще, думаю, наверное, вот такого было бы неплохо прокачать взамен дракона. Потому как это, в принципе, тот же самый дракон. Ну, как бы скинчик другой. Так скажем, атака в диапазоне. Летающий персонаж. Скорость движения, скорость атаки примерно одинаковая. То есть, у меня сейчас дракон, конечно, бьет больше. Но так дракон-то 30 уровня. А здесь только 10. Вот этого хотел бы перса прокачать на максимум. Ну, и еще, конечно же, альфа. Альфа 2,5 тысячи. Но оно того стоит прокачать. Все-таки, да. Сейчас 36 тысяч бьет. Умножаем на 6. И получаем этого 200 тысяч урона по единичной цели. Так как наносит многократный урон по 6 раз. Так, друзья. Ну что ж. На этом пока все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках.